Добрый день! Случилось удивительное событие. У меня появилась оригинальная сфера Марусенко. Это уровень 1. Купила мне ее жена, по-моему, на Wildberries. Сейчас там уже нет, но это вроде бы оригинал, если посмотреть на маркировку на самой головоломке. Давайте посмотрим на упаковку. Марусенко, сфер. Тут различные уровни, их всего 5. На всем вот этом была наклеена вот такая вот полиэтиленовая обертка. Я ее снял предварительно. У меня уже есть две подделки под оригинал. Это вот такие вот шарики, трехцветные в цвет российского флага. И это какой-то он семицветный получается. Они соответствуют уровню 2 и 3. У уровня 3 на самом деле должна быть 4 цвета, вместо белого желтый. Это легко изменить, если желтые детальки отсюда переставить примерно на эту грань. То получится уровень 3, хотя сложность не поменяется особо. Теперь же у меня уровень 1. Я, получив уже 3 модели этой головоломки, вознамерился приобрести их все. И заказал даже четвертую версию, четырехцветную. Пятый уровень в продаже не нашел. Но четвертый уровень, хоть я дважды оплатил и заказал, мне так и не прислали. Деньги вернули. И больше я их в продаже не видел. Если кто-то обладает информацией, где можно приобрести полноразмерный 4 и 5 уровень, не в виде брелочков, а именно полноразмерный шарик, напишите пожалуйста в комментариях, буду благодарен. Не захотелось собрать их все 5, раз уж начал и уже по всем 5 записать обучающее видео одно единое. Так как они все простые, несмотря на заверения самого создателя и его сестры. В пользу того, что это оригинал, говорит и красивая упаковка, здесь вот такой купол, сам шарик, инструкции даже есть, посмотрим на нее позже. И вот в этом можно и хранить. Но прежде чем вращать саму головоломку, давайте изучим этикеточку. Здесь весьма интересно. Напомню, что я имел общение с создателем, который меня ругал за то, что я рекламирую китайские поделки, которые отвратительно вращаются. Вон мой обзор посчитал рекламой. На тот момент я даже не знал о существовании сферы Мурусенко и просто купил какой-то китайский шарик в цветах российского флага. Но благодаря создателю я об этом узнал, разместил в описании информацию о его сайте. На испанской фабрике это когда-то собиралось. И мне сам Александр, если не ошибаюсь, сказал, что оригинальные головоломки производятся только на этой испанской фабрике. Другое название, это испанская сфера. Либо по лицензии. Да, и внимательно читаем этикетку. Головоломка. Мурусенко сфера левел 1. Черный-белый. Какие тут артикулы. И изготовитель Юксин Пластик Тойс Фактори. То есть производитель Юксин. Китай и все такое. И прочее. А Юксин это вполне нам известная фирма. Но видимо Юксин делает по лицензии. Я видел на старых видеороликах, что Мурусенко сфера вращается хорошо. Но вращение этой головоломки мало чем отличается от китайских подделок. Хотя это сделано также в Китае. Возможно и поэтому. И вращение естественно меня сильно разочаровало, так как деньги за это просят уже там конкретные. Этот шарик стоил больше 1000 рублей. Здесь мы видим логотипчик Мурусенко. Да, все хорошо. Ну, раз производитель Юксин, наверное, потому и хуже вращается, чем ожидалось. Наверняка на испанской фабрике все было бы хорошо. Но в современных реалиях, если вдруг у вас будет выбор купить оригиналы, либо китайскую подделку, то, видимо, за оригинал переплачивать особо-то и не стоит. Вращаются они примерно одинаково. Вот эта вот подделка даже получше. Ну, возможно, настроить можно, конечно, и будет по-другому. Но дело такое. Наконец-то оригинал и вращение печальное. Но выглядит красиво. В отличие от подделок здесь такой глянцевый пластик. Нет рисунка, как у меча. И вот логотипчики. На всякий случай скажу, что это кубик 2х2 лежит в основе. И у него вращаются вот такие вот центральные элементы. Здесь есть инструкция по сборке. На нее можно посмотреть. Но, интересно, не сама инструкция, которая здесь на английском языке. Здесь нам подробно рассказывают, как собирать элементарные вещи. Вот кратко здесь показано. Ну, и где-то здесь были нарисованы другие решения. А вот это более интересно. То есть можно создавать вот такие вот узорчики. Ну, или как на картинке. И мне кажется, именно в этом предназначение этой версии сферы Марусенко. Давайте что-то попробуем. Вот поставляется с таким узором шахматным. А из него легко можно сделать какие-то другие остальные. К примеру, для начала можно повернуть все вот эти вот центральные, чтобы черные совпадали. И вот получился вот такой вот узор уже. Другой шахматный, с элементами покрупнее. Можем вот так вот сдвинуть. И получим уже такой вот четырехцветный узор. Кстати, у четырехцветной версии сферы Марусенко, четвертый уровень, такой же рисунок в собранном состоянии, но вот эти четыре цвета разные. Да, а восьмицветный рисунок вот такой. И восьми цветов разные. Хочется мне их всех получить, но посмотрим, как пойдет. И также можно сделать вот такой вот рисунок. Бело-черный. Почти инь-янь. Но инь-янь сделать тоже можно. Ну, его здесь модификацию такую. Красивая бело-черная сфера. Можно, к примеру, развернуть вот так. Будет что-то, наверное, тоже забавное, если особенно с двух сторон сделать. Либо можно сделать полноценный инь-янь. Вот так. Здесь черный преобладает, здесь преобладает белый. Ну, и помимо вот этих простых рисунков, можно, конечно, переместить черный цвет вот этого круга вот сюда. Делать тоже несложно. Поднимаем. Разворачиваем. Возвращаем. С другой стороны. Да, кстати, вот тоже неплохой рисунок. Вот в таком состоянии. Ну, задумывалось оно вот так. Четыре полосы. Также, если развернуть, к примеру, вот эти вот элементы, то мы получим один из рисунков на картинке. Так. Если вот отсюда посмотреть, то получаются черные центры, а белые уголки. То есть, вот углы. А это именно центры. Углы симметричные, одноцветные, поэтому их ориентация не играет роли. Ну, а с другой стороны, зеркально. Ну, при желании, можно без этого еще что-то изобретать. Как по мне, вот такой рисунок самый интересный. Такая иллюзия. Ну, если вы, конечно, до конца доделаете, не как я сейчас. Возникает, если вот взять вот такие вот собранные конструкции и сдвинуть чуть не до конца. Получается такая плавная линия, типа спиральной. Это, мне кажется, красиво. Можно здесь голову поломать, как собрать дальше. Я как-то собирал, не помню до конца или нет, но было интересно. Так, давайте для виду соберем полностью, как нам предлагает инструкция. Сначала половинку шарика, ну, черный-белый. Для этого нам нужен еще один черный угол. Так. То есть, вот четыре черных угла и остальные черные элементы сюда нужно добавить. Так. Развернем. И осталось немного. Поставим их рядом. И теперь повернем. И вот, уже привычный там бело-черный шар. Его сначала разбиваем на вот такой вот четырехсегментную версию. Потом на восемь сегментов, если повернется. Да. И после этого уже делаем рисунок изначальный. Для этого вращаем каждый центр на, ну, один сегмент, на четверть оборота. Можно повернуть шесть центров. Пятый. И шестой. Ну вот. Примерно так и выглядит сфера Марусенко. Уровень один. Несмотря на то, что это самый простой вариант, именно с этой версией можно делать много всякого. Различные рисунки, узоры. И это, наверное, интересно. И, наверное, для ознакомления эта версия очень хороша. И поэтому она более популярна, чем остальные. Другие же чуть посложнее. Но если понимать принцип сборки, то сложного нет ничего. Еще раз повторюсь, если вы знаете, где купить версию 4.5 из России, там, где не нужен PayPal, то напишите в комментариях. На Алиэкспресс я не нашел и в российских магазинах тоже. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.